Hi my students! Сегодняшнее сообщение касается закона сохранения энергии и КПД. Коэффициент полезного действия, какой он бывает, нормальный, какой он бывает сверх единичный, КПД. Но мы знаем с вами, что всякую систему, всякую систему можно представить себе некоторым обобщенным черным ящиком, как говорится. Что в этом ящике С происходит, мы не знаем, но знаем, что у него есть внутренняя энергия и она изменяется. Все время есть проращение этой энергии внутренней. За счет чего? За счет внутренних процессов, за счет поступления наружной энергии, пунктирной, которая и входной энергии, энергия входная и выходная энергия имеется. Вот таким образом можно представить себе обобщенную схему любого аппарата, который преобразует энергии. Ну, соответственно, вот определение КПД. Энергия к входной, к энергии входным, всем энергиям и изменения внутренней энергии, конечно. Умножить на 100%. Это в процентах. Ну, многие, допустим, вот эту пунктирную линию, которая наружая, они ее упускают и определяют КПД как Э входное к Э входному и на 100%. Ни изменения внутренней энергии, ни вот эту пунктирную линию, они не учитывают. Как это можно понять? Ну, вот они зажгли спичку, получилось и входное. И входное они, значит, зажгли газовую плиту. Эс, это, предположим, газовая горелка. И получают на выходе и выходе огромную энергию горячего газа. И получают, вот она сверх единичной КПД, оно и получается здесь. В больших количествах. Но так, конечно, рассчитывать нельзя. При этом не учитывается энергия самого этого газа. И затрата на его получения. Конечно, КПД можно рассчитывать и используя понятие универсальное такое, как там рубль, доллар, денежную единицу. Вообще, в системе всякое. Получаем систему, допустим, можно посчитать, сколько мы получили, какой эффект в рублях и какие затраты в рублях мы для этого эффекта затратили. Если мы затратили мало, а получили много, вот у вас сверх единичный КПД получается. Но он получается в таких системах, как в судный процент. Здесь мы не учитываем то, что на нас работают другие люди, а мы просто сидим и потребляем эту расходуемую энергию какими-то рабами, которые вот эти проценты платят нам. Вот так же получается сверх единичный КПД в банковской системе. Он здесь довольно легко получается. Конечно, если ты дал суду, допустим, под 15 процентов, 20 процентов, 50 процентов, еще лучше, а 100 так это вообще красота. Вот у вас уже двойное КПД получается 200 процентов и так далее. То есть затратил рубль, получил 2. Но это как раз вот не учитывается вот та вот пунктирная линия, дополнительный источник энергии, который к вам поступает за счет того, что он вами не оплачен. Откуда получается вообще понятие КПД? Откуда возникает? Оно возникает из понятия закона сохранения энергии. А закон сохранения энергии, как мы знаем, давно был получен. Ну, мы про, конечно, Ломоносова не будем с вами говорить, потому что это наполовину политическое, наполовину научное соображение. Ну, для механической энергии закон установлен Лейбницем был в 1686 году. Ну, естественно, а для немеханических явлений Джоулем в 1843 году, в 1850 годах, и Гельмгольцем в 1847 году, в середине позапрошлого века. А в термодинамике закон сохранения энергии соответствует первое начало термодинамики. Связь массы тела с его внутренней энергией устанавливается в специальной теории относительности. В электродинамике после открытия улова удалось полностью замкнуть этот баланс уравнения электромагнитного поля и полностью составить баланс этой энергии и закон сохранения электромагнитного поля, которая, вся энергия состоит из энергии электрического поля, энергии магнитного поля, энергии диссипации, потерь рассеяния в тепло, и плюс поток через наружную поверхность, поток умового пойтинга. Плотность потока энергии, вытекающего или втекающего в данный, рассматриваем конкретный объем С. Ну, умово собрание сочинений есть работа, ее полезно просмотреть. Вот она, 50-го года издания, избранное сочинение, Москва-Ленинград, 1950-й год. Умов Николай Алексеевич, 1846-й год, 1915-й его годы жизни. И что следует отметить? Если взять начало развития науки, то можно с уверенностью сказать, что современная наука в современном ее виде началась с ледницей Ньютона. С зарождения вот этой механики и интегрального дифференциального числения. И вот со времен Ньютона, как говорится, крупнее. Это мало что сделано, если только исключить вот эти квантовые эффекты и специальной общей теории относительности. Но в основном-то все базируется на механических соображениях. И, конечно, Максвелл, электромагнитный полис, вел воедино все экспериментальные фарадеевские данные. И ток смещения ввел, и ввел в свою систему уравнений для электромагнитного поля. Вот эти самые такие крупные были открытия, сделанные с точки зрения науки. Но здесь я отмечу, что выпало одно имя, которое на уровне, я скажу, что с Ньютоном, сейчас его можно рассматривать на таком же уровне, как Ньютон, Панкар Эйнштейн, Гельмгольц, Герц, Хевисайт. Вот есть такое имя, которое мы забываем, которое вот сейчас мы рассмотрим. Это Эми Ньютер, немецкий математик-женщина. Эми Ньютер. Вот ее, значит, данные жизни. Когда она у нас родилась, когда она представилась и где. Ну, я, значит, прочитаю. В 1882 году она родилась. 23 марта и 14 апреля 1935 года она скончалась. Она была профессором Геттингенского университета. Ну, во-первых, следует сказать, что она дочь была тоже известнейшего математика немецкого, Ньютера, у которого множество трудов по математике очень важных. И она читала лекции в МГУ. В нашем университете, в МГУ, в Москве она читала лекции. В 1928-1929 годах. И что интересно, что на этих лекциях посещал внимательно, их прослушивал, лауреат Нобелевской премии Ландау. Вот с тех пор, как говорится, Ландау и загорелся вот эта идея, которая в основном впитала в себя вот эту идеологию этой Геттингенской школы физико-математической. И на основе вот этой идеологии и были созданы в конечном счете вот эти учебники ландавшицы. Сколько там? Восемь томов, по-моему. Физика. Ландау и Лившица. Какая это была идеология? Идеология была вот эта вот единого подхода с точки зрения действия. С точки зрения единого подхода действия физической системы и уравнений для этого действия. Уравнений типа Лагранжа. И вот эти уравнения, они в основном-то оказались настолько универсальными, интеграл действий и уравнений соответствующие дифференциальные для действия, что они проникли во все отрасли современной физики. И, исходя из вот этого единого подхода, можно было построить все вот законы сохранения. А каким образом? На основании вот докторской диссертации вот этой Эми Нотер. В чем заключалась суть ее диссертации? А в том, что она установила впервые, установила, что если всякая физическая система описывается дифференциальными уравнениями, но это так и есть, начиная от полей и кончая там частицы и материальные тела, и все пять форм материи известных или шесть, они все описываются дифференциальными уравнениями. Так вот, она установила, что если эти уравнения не зависят от некоторых преобразований, входящих в них независимых переменах, в частности, координат, времени, углов поворота, то каждому этому преобразованию, линейному однопараметрическому преобразованию, соответствует свой закон сохранения. В частности, независимость начала процесса, от начала во времени, то есть трансляции по времени, приводит к закону сохранения энергии. Для системы, описываемой данным дифференциальным уравнением. Ну, сейчас это даже на первом курсе уже проходит, и оно в учебниках по концепции современной науки. Учебники имеются такие. И вот описываются примеры, как из уравнения для действия получается то, что оно явно не зависит от времени, и фактически замена переменной времени, Та уравняется Т-Т0, сдвиг на время Т0 по отношению времени, не изменяет самой формы этой системы, этого уравнения для действия. Отсюда получается равенство 0 суммы кинетической потенциальной энергии замкнутой системы. Ну, это в простейшем случае механическая система, скажем, маятник. Вот таким образом, если трансляция осуществляется по одному какому-то, по одной переменной какой-то, угол поворота или по координате, то это закон сохранения импульса, закон сохранения момента, количества движения и так далее. То есть нету более универсального вот этого подхода к составлению этих законов сохранения энергии, особенно для современных элементарных частиц, где нету больше не за что зацепиться, кроме как составить вот этот баланс энергии на основании вот этих теорем, две теоремы Ньютера. Теорема Ньютера даёт наиболее простой универсальный метод получения законов сохранения в классической механике, квантовой механике, в теории поля и так далее. Ну, вот это ещё писалось в Большой советской энциклопедии аж в 1974 году, в том 17-й, соответственно, странице 523-524, в третьем издании. Таким образом, всё вытекает вот современное. Если раньше в макроскопической механике, в макроскопической электродинамике мы пользуемся вот этими уравнениями, то сейчас система вот этих полей, система частиц и элементарных частиц, теории кварков и так далее, приходит к таким запутанным математическим сложностям, что только вот эта вот концепция Ньютер, она даёт возможность как-то определить. Определить баланс тут или не баланс. И получаются такие моменты, что закона сохранения как такового не наблюдается. В частности, в элементарных частицах закона сохранения чётности, вот чётности не всегда выполняется. Отсюда совсем другая картина мира вытекает, вот из этих мелких вещей. И там, где мы наблюдаем закон несохранения, то здесь мы приходим к выводу, что либо не можем, конечно, мы допустить, что закон сохранения энергии не выполняется. Это мы не можем допустить. Но мы можем допустить, что где-то есть вот эта пунктирная линия, которую мы не учли. То есть дополнительно где-то и листочек, и листок энергии. То есть имеются какие-то ещё частицы, которых мы не учитываем. Это сплошь и рядом. И поэтому я делаю, что надо изучать вот труды математика и Минютер. И она сейчас, с каждым днём всё более актуально становится. И невозможно ни о чём говорить. Это единый язык для всей физики становится. Универсальный язык. За что страте его тут сразу уцепился. Да, он, обладая изуврядным умом, он смог это понять, эту идею, эта геттингентская школа математическая. И вот этот такой аппарат, он сейчас используется. Ну и что касается, мы рассмотрим просто простой пример для того, чтобы понять, что очень трудно получить вообще КПД в реальных физических системах свыше, допустим, 50%. И это очень тяжело. Вот рассмотрим простой пример. К нему сводится очень много. Вот это имеется источник, ЭДСЕ, с внутренним сопротивлением некоторым R малая, и цепь с током G, да и нагрузка R большой. Вот ток G равняется E на R плюс R. Вот ток вот такой в этой системе может быть. вот заметим мощность, которая выделяется в нагрузке. Ну и по закону, известному закону, это J в квадрате на R. Расписываем J квадрат и получаем вот такую дробь E квадрат на R делённый на R плюс R большое в квадрате. Какая наша задача? Установить при какой нагрузке R большое наибольшая мощность идёт нагрузка. Ну, для этого надо взять, конечно, производную первую. Производная, она пропорционально производная от этой вот дроби, потому что ей не зависит, будем считать ни от чего. И вот мы как производную от дроби и берём. Расписываем и получаем. Ну, и это вы легко получите в глядя на эти формулы. Получаем, что при R большом равное и маленькое, получаем максимальную энергию, равную E квадрат деля на единицу на 4R малое. Ну, общая энергия, значит, максимальная. Равняется, соответственно, E квадрат на 2R. То есть, E квадрат делён на 2R. Отсюда КПД получаем по максимуму по максимуму общему. Получается чистые 50%. Что касается линии передачи, то здесь, конечно, по большему получаем. Вот отрезок ЛЭП. У него есть входное напряжение, выходное напряжение и КПД у выходного к у входного на 100%. Ну, потери в ЛЭП по сравнению с нагрузкой маленькие гораздо и здесь КПД мы можем получить за 80-90%. Это пассивная цепь. То есть, практически без диссипации. Она там на что уходит эти 10%? Она уходит на энергию на корону и уходит на амическое сопротивление этих проводов ЛЭП. Эта классическая задача, она в любой передаче и в любой системе использования электроэнергии она встречается, эта задача. То есть, мы видим, что КПД больше 50% в цепи постоянного тока не получается. В цепи переменного такая же ситуация, но здесь следует отметить, что реактивная нагрузка, если есть внутреннее реактивное сопротивление у источника и внутреннее реактивное сопротивление у нагрузки, то они должны быть комплексно сопряженные. Не только R равняется R, но еще и X равняется комплексу сопряженному X. Так, чтобы нагрузки были и внутренние источники и нагрузка были комплекс сопряженные числа, но модуля одинакового модуля. Вот таким образом, то есть здесь чудес не бывает, никаких сверхединичных, если мы не учитываем опять же вот эту пунктирную линию. И часто физически нам показывают фокусы, что там магниты сами по себе вращаются, эта самая энергия по одному проводу идет, все это не учитывается то, что рядом кругом в помещении находятся фазные провода и токи растекания по поверхности земли идут. Вот это все не учитывают, и когда это все учесть, вот этот дополнительный источник, как я вам пример с газом приводил, то здесь получаются, конечно, фокусы. И двигатели лебединии и такие интересные штуки получается, что тоже КПД получается очень огромное. Оно и сверх единичное и всякое такое. Но вот даже предположим, что мы открыли эфир с вами. Мы такой у Буратино выпросили волшебный ключик и открыли вот этот на двери дверцу вот этот самый очаг с эфиром открыли и начинаем оттуда этот эфир черпать большими половниками. Но следует отметить тоже, что когда мы посчитаем КПД, то окажется, что при этом при передаче этого эфира в нагрузку мы теряем половину от этого и мы должны учесть, что мы получаем оттуда что-то и мы теряем половину оттуда. Мы не получаем ничего единичного, просто задействуем дополнительный источник энергии. Пусть он называется эфир или по-другому как-то называется. Но в данном случае чудес совершенно вот ищут чудо, но чудеса им не дадутся. Так вот в Писании написано насчет тех, которые ищут чудо в сверх единичного КПД. Требуется провести большую работу по использованию вот этих новых источников. Раньше как костер разжег или паровоз вот имели на печи лежал, значит на печи катался, но КПД вот этой печи или паровоза или тепловоза оно редко достигает 20%. Совершенно как чудо мы восприним появление гетеролазеров Алферова Жареса Ивановича там КПД за 30% это для нас чудо большое то что мы приложили вот энергию там и получили световую энергию коэффициент преобразования получили 30 там 35% это огромные КПД по сравнению даже с тепловозом паровозом ну и след отметить что даже это вот достижение и то оно совершило переворот огромный переворот позволило создать вычислительные современные вычислительные устройства по сути дела перспективные в дальнейшем так что если Жарес Ивановичу удастся вот коэффициент преобразования до 50% 200 то это будет тоже равносильно тут каждый процент равносилен технической революции количество в данном случае переходит в качество о чем наш уважаемый Владимир Ильич всегда говорил вот такие вопросы мы с вами рассматриваем на таком простом примере и заодно в связи с тем что в общем следующем году исполняется 80 лет со дня кончины Эминетер мы отметили вот это 80-летие готовимся отмечать изучать а как мы будем изучать ее труды у нее есть труды подлинники многие не переведены некоторые статьи переведены и вот мы значит будем изучать вот эти труды Эминетер кстати многие изучают современные физики даже которые занимаются физикой полей элементарных частиц фундаментальнейшая вещь но поскольку у нас женщин-то мало уважают поэтому у нас вот Лейбинца Ньютон постоянно цитирует а вот Эминетер который на уровне примерно стоит даже может быть на уровне по Анкаре то мы ее мало замечаем вот такие дела ссылки соответственно будут ниже ну и соответственно оценивайте вот этот вклад Эминетер если вы ее уважаете то лайки тут внизу ставьте это будет считаться что вы склонны чтобы изучить ее труды я буду знать что много народу пытаются изучить ищут в интернете ее труды Эминетер и в подлиннике там с переводом гугловским переводчиком все таки переводим эти статьи из подлинника спасибо вам большое за внимание успехов вам в учебе и не забывайте про фундаментальнейший закон о котором еще говорил наш уважаемый товарищ Ломоносов до свидания